Университеты, служба такси и стоматологии должны приобрести новые кассовые аппараты, работающие онлайн. Регистрацию нужно пройти до апреля, иначе грозит штраф. Подробнее о новых требованиях к предпринимателям нам расскажет Айжан Бекеева, представитель Департамента госдоходов. Она специализируется в разъяснении налоговых законодательств. Айжан, добрый вечер. Какие цели преследуете этими новшествами? Добрый вечер. В целях борьбы с теневой экономикой, которая обозначена в послании президента Республик Казахстан от 5 октября 2018 года, назрела необходимость контроля потока денежных расчетов. У нас по городу Алматы зарегистрировано около 57 рынков, из них нестационарные рынки 37, которые обязаны были применить контрольную кассовую машину в онлайн-режиме с 1 января 2019 года. Для этого из местного бюджета были выделены средства для создания приобретения мобильного офиса. Данные мобильные офисы находились на территории Житцузского района и Аллатовского района. Кроме того, хотелось бы сообщить, что со стороны бизнесменов были хорошие отзывы, так как можно было через мобильный офис получить оперативную мгновенную государственную услугу, оплатить также налоги и не приходить в налоговые органы. На сегодняшний день на отработке было около 6 тысяч налогоплательщик, которые должны были применить. Данная отработка завершена на 100%. Кому еще теперь требуется установить кассовый аппарат и в какие сроки? Согласно приказу Министерства финансов 1029 за номером, от 27 ноября 2018 года до 1 апреля 2019 года должны были зарегистрировать контрольные кассовые машины в онлайн-режиме 323 видов деятельности. К ним относятся аренда автомобилей, деятельность такси и многие производства. До 1 июля 2019 года около 8-6 видов деятельности должны зарегистрировать контрольную кассовую машину. И до 1 октября 2019 года 224 видов деятельности. В основном туда ходят стоматологическая деятельность, общее образование, высшее образование и деятельность агентов и так далее. По данной категории налогоплательщиков ведется массово-разъяснительная работа, выезды на места через сайты, которые имеются в ДГД. А насколько продолжительна эта процедура? Сколько времени займет? Данную процедуру можно получить за один день, подать налоговое заявление и принести кассовую машину. За один рабочий день можно произвести регистрацию контрольной кассовой машины. Спасибо. Напомню, с нами на прямой связи была Айжан Бекеева, представитель Департамента госдоходов.